всем привет друзья мои рада приветствовать вас своем саду я хочу вам показать еще один свой такой кустарничек он сейчас как раз цветет очень жаль что через камеру не передается его аромат но это знаете как много-много лилий и еще с чем-то такой насыщенный у него запах цветочки невзрачные как вы видите такие маленькие желтенькие это лох серебристый вот такой у меня кустарник он у меня три года забрала я его у своей подруги у нее и так у нее он разросся и вот я у нее брала такие небольшие кустики откапывали мы потому что запах был просто потрясающий ягод чем это у тебя пахнет она ведь вот посмотри лох и она его нашла старая заброшенная немецкая усадьба далеко-далеко от москвы подмосковье и она тоже себе откопала кустика и вот у нее огромное уже кустище он у меня три года я сначала не могла найти ему место то он там не росту он сам не рос и вот он три года на этом месте и первый год он зацвел то есть вот он у меня сейчас цветет благоухает листики как вы видите такие серебристые с двух сторон и с этой стороны и с этой они очень мягкие вот это кустарник семейства лоховых он еще бывает деревом и дикие формы имеют колючки а культурные формы они не колючие то есть на моем вот нет никаких колючек на стволе они произрастают в европе в азии на кавказе где подходит им климат и почва там они растут он не любит кислую почву я его удобряла весной я добавила супер фосфат потому что это он любит и еще можно добавить золу что я не делала я вот наверное добавлю ему еще золы он плодоносит как оказалось но вот так как он первый год у меня зацвел посмотрим будут ли плоды очень мне самой даже это интересно он агрессор в принципе то есть он может разрастись и занять большую площадь по этому поводу я совершенно не переживаю пусть он разрастается он очень красиво смотрится и также как я сказала но очень вкусно пахнет оказывается он тоже весь лечебный начиная от плодов и заканчивая листиков его используют и в китайской медицине и в японской очень ценно плоды оказывается богаты калием сердечником хорошо ну вот я не знаю будут ли плоды или нет пока вот он весь цветет и как написано что плоды это такая смесь вишня ананаса и яблока очень интересно если заплодоносить я сама с удовольствием попробую я его поливаю то есть когда жара и его очень такое отличительное свойство он сам может улучшать улучшать почву вокруг себя то есть он сам себя обогащает азотом он зимостойкий вот не накрываю он прекрасно зимует листики осенью он сбрасывает и вот заново весной вот такая красотища отрастает вот а когда я его сажала ямкой у него в принципе ему нужна большая такая ямка на дно я положила камушки у меня он там видно их много камушки добавила перегной можно композ добавить я очень рада что он растет что он нашел свое место у меня есть еще один такой маленький кустик он ну не очень хорошем месте он сидит но он тоже бедный маялся по саду то туда сюда сюда я его вот и в общем то может быть если он там не разрастется я наверное его тоже перенесу любит он свет не любит тень а вот тот какой второй кустик у меня он как раз немножко так в тени находится поэтому может быть у него такой не очень хороший рост идет он вырасти может и до пяти метров и до четырех но так как мы ему вот на этом месте три годика он маленький вот эта ветка наверное может быть метр видно ее да вот такой вот он у меня тут разросся очень мне нравится этот запах потому что потрясающе пахнет и в общем то он красиво посмотрите вот на фоне елки какой серебристый цвет красивый хочу чтобы он разросся хочу чтобы он пусть он тут все займет пусть будет стоять такой аромат ну вот а ягодки я посмотрю дает он ягодки или нет очень интересно так что вот такой лох серебристый кто еще не сажал обратите внимание на этот кустарник потому что он очень красивый очень ароматный и как оказалось очень полезный еще покажу такой красиво смотрится да прям серебристые серебристые нежные такие у него листочки и вот такие малюсенькие зелененькие ароматные цветочки ну все всем пока до встречи в моем саду и и и